МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто участников собрал фестиваль в этом году? Из каких стран? Сколько номинаций заявлено? И кто уже успел впечатлить наставников? Поговорим об этом с членами жюри фестиваля. Имя – это Евгений Михайлов, заслуженный артист России, Роман Архипов, экс-солист группы «Челси» и Павел Кравчук, руководитель группы «Адажо». Я вас всех приветствую. Добрый день. Добрый день. Наверное, уже поздно спрашивать, как именно попасть на фестиваль, потому что завтра уже финал, собственно говоря. Но тем не менее, как можно было стать участником такого прославленного уже фестиваля, на которых третий год подряд пройдет в Краснодаре? Наверное, я скажу, начну как бы. Человек подает заявку. Во-первых, фестиваль проходит третий год. Действительно, он набирает обороты. Человек подает заявку, участник, исполнитель. Идет закрытый отбор. И, значит, остаются те, кого отобрали. И первый день фестиваля, обычно фестиваль состоит из трех дней. Это первый отборочный тур. Потом, значит, выбираются лауреаты и обладатели Грам-при. И галоконцерт третий день. И вот первый день как бы идет именно отбор уже очный. Не заочный, а очный. И там выбираются именно лучшие. Уже в третий раз вы встречаетесь, наверное, практически тем же составом жюри. Особенность какова фестиваля в этом году, Роман? Может, вы подключитесь? Я в жюри первый раз в этом году. В прошлом году я только выступал на галоконцерте. Но, тем не менее, я не видел участников в прошлом году. И каждый раз все больше и больше талантливых ребят. Не только из Краснодара, а география очень обширная. Из Германии, из Украины. Про географию давайте расскажем. Да, из Воронежа. Луганск у нас в этом году, кстати говоря, присутствует. Очень неплохо. То есть очень много талантливых ребят. Причем разножанровых. Начиная от поп, фолк, джаз, рок. И группы играют. И сольные... Ну, просто сольно поют. Коллективы на много голосов. Абсолютно разные жанры, стили, направления. От шансона до рок-н-ролла. То, что угодно. Да, да, да. Я, честно сказать... А как Краснодар принимает вообще-то такое большое шоу? Принимает отлично, на самом деле. Организации на высшем уровне. Все очень так грамотно. Может быть, потому что не первый год. Но уже все так четко, очень динамично. Не утомляет. Вот Евгений добавит. Я по организации вообще хотел отдельно заострить внимание. И вообще поблагодарить, опять-таки, от всех членов жюри, от всех участников. Поблагодарить Министерство культуры Краснодарского края, которое провело огромнейшую работу по организации. Поверьте мне, она безумно тяжелая. И это все на высшем уровне просто. И сказать спасибо также творческому объединению «Премьера» имени Леонарда Гатова, нашему музыкальному театру. Поблагодарить за такую прекрасную площадку. Это здорово. Я так думаю, что все довольны. Ну, что касается организации и приема, принимающую сторону представляет у нас Павел. Вы же местный, можно так сказать, прославленный ансамбль группы «Адажо». Вы впервые в этом году в жюри попали, по-моему, насколько я знаю. Что скажете по номинациям? Какие они? Какая вам ближе? Номинации там четыре, кажется. Да-да-да, четыре. Рок, боб, джаз и фольк. Ну, в принципе, все интересно. Если что-то интересно, музыкальное, если это талантливое, то, в принципе, интересно все. Была вот группа там, рок-группа, мы сочетая ее не поняли, что это такое. Но она... Из Воронежа, да. Из Воронежа, да? На самом деле, ну, интересная очень музыка, которую мы, ну, как бы не слышали немного. Что-то в этом есть. Невозможно было жанр определить? Да, но вот жанр было невозможным, и как ее оценить, тоже было непонятно. А как, кстати, оценивают жюри выход конкурсанта? Что в первую очередь бросается? Все по-разному, я думаю. Я лично пытаюсь смотреть на артиста как бы как вот на номер, именно на целостность, не только вокальные данные. Потому что иногда, как бы, ну, как бы, имея большой концертный опыт, ты понимаешь, что, ну, как бы не всегда можно петь там чисто, досконально. Но, тем не менее, самое главное, чтобы, ну, вот артист вышел на сцену, он ее заполнил. Он отыграл свой номер, да, энергетика, артистизм, внешний вид, опять же, да, то есть для меня странно, когда там человек исполняет фольклор, ну, в джинсах, к примеру, да, то есть как бы, ну, если ты выходишь, то должен выйти в национальном костюме, да, ну, вы представляете, кубанский хор, к примеру, в бабочках, но это будет странно. Да, то есть они должны выйти в национальных костюмах, то есть поэтому артист, он как бы с головы до ног, то есть это не только голос, не только, там, костюм или там что-то еще, но вообще в целом, как ты представляешь себя, свою песню, эмоции, энергии. То есть это не обязательно беситься на сцене, то есть можно стоять, но стоять так, чтобы у всех мурашки. Все поймут, да. Ну, вот эти категории, вот, то, что вы описываете, многие участники подходят? Есть такие, которые подходят, конечно, все еще в творческом пути, так сказать, но они идут вот в такое направление. Я хочу сказать, вот, заострить внимание, как бы, я больше, как бы, популярной музыки, к номинации поп, больше, как бы, вот, рома-рок. Да я, в принципе, все, что интересно. Ну, как бы, да, мы все, но все равно есть свои какие-то нюансы, вот, и я хочу сказать, вот, заострить внимание, вот, вот, номинация «Фолк», очень хорошо, тоже, хорошие были коллективы, вот, буквально мы отслушали вчера, и они вышли уже на сегодняшний день в финал, ну, как финалисты, вот, ну, естественно, понятно, что наша, как бы, казачья столица, она этим, это наши ребята, да, с Краснодара, вот, то есть ситуация такая, славится, вот, я знаю точно. Павел, ну, это приятно, когда, вот, дома, на родине у себя, вот, показывают хорошие таланты? Ну, конечно, приятно. Как вам, как член жюри, вот, какие эмоции испытываете, когда, ну, свои, ну, давайте, не подкачайте. Не, ну, правда, если человек действительно интересный очень, как артист, и даже, вот, правильно Роман сказал, что не обязательно совсем прям, там, голос, да, голос тоже, он очень важен. Где-то другая передача есть на другом канале. Ну, бывает, да, культура, да, ну, как бы, все больше это, да, артистизм, ну, я примерно такого же вот придерживаюсь. А какой жанр, вот, больше популярен сейчас у молодых музыкантов все-таки? Вы знаете, у нас это, как бы, ни для кого, наверное, не секрет, и не парадоксально, да, у нас, естественно, жанр поп-номинации, там больше всего исполнителей, и почему-то, да, как и странно. Нет, ну, там было больше 40 человек вчера представлено в жанре поп. Это легче или почему? Это тяжелее. Это тяжелее. Это чем больше народу, тем больше конкуренция, поэтому там у нас в рок-номинации было 4 коллектива, мы всех и выбрали, потому что, ну, одного выгонять как-то было, мне кажется, несправедливо. Ну, мне нравится, что вы улыбаетесь на слове рок, да, и наверняка подсуживали, нет? Нет, на самом деле в номинации рок было 3 девушки, которые, и был один коллектив музыкальный где-то, с музыкантами там играли, то есть прям все-таки с барабанами, как положено. Но девушке тоже, как бы, было понятно, почему они в этой категории, хоть там под инструментальной, да, под минусовку, но, как бы, голосовые совсем другие, то есть гораздо больше диапазоны, чем в поп. Хотя в поп тоже были такие выдающиеся ребята. А как вот говорить нет конкурсантов, которые не прошли? Нам вчера не надо было говорить, нам было легко вчера, мы сидели там, бумажки говорили. Да, предстоящее это совсем скоро. Сегодня. Да, да, да. Как сказать нет? Ну, вы знаете, музыка это как спорт. Все-таки это соревнования своего рода. Ну, да, да. Но... И то условие соревнования вообще. Да, при жеребьевке и, опять-таки, на круглых столах, мастер-классах, как бы, мы объясняем ситуацию, как, почему там не взяли, что не хватает и так далее. Слезы есть? Ну, знаете, есть. Вчера прямо на сцене одна девочка расплакалась. Да, да, да. Сначала сказала, что у нее запотели ладошки, а потом расплакалась. Да, потом расплакалась. В конце Евгения запугал, мне кажется. Да. Да, сидел в коршуну. Ну, что касается победителей прошлых лет. Давайте, важно же, не только вот эйфория, когда проходит, что дальше? Как складывается? Я вот сейчас сначала еще одну небольшую ремарку. Вот вы говорите, победители прошлых лет. Вот у нас в этом году приехали люди, которые участвовали в конкурсе того года. То есть даже наши иностранные друзья, это Тони с нашего города, побратима Карлс-Рой, да? Вот, и также другие участники, и мы смотрим, как они выросли, то есть на какие ступени они поднялись. Это очень ощутимо, и люди хотят биться за победу, за гран-при. То есть ситуация такая очень, очень, как бы... Ну, а вообще складывается музыкальная карьера дальше у ребят, которые... Ну, это не быстрый же процесс, это такой процесс длиною в жизнь. Он сегодня складывается, завтра не складывается. И, наверное, те качества, которые помогают выигрывать конкурсы или куда-то там доходить, да, именно вот это упорство, вот это вот умение не сдаваться, когда не получается, как раз это залог того самого успеха. Потому что, если посмотреть кучу документальных фильмов или почитать книги про автобиографии, там, великих, у них всех, как бы, то вверх, то вниз. И умение выкарабкиваться с самого дна, это вот как раз то качество, которое помогает становиться артистом. Но вы же тоже прошли через многие конкурсы, да, Роман? А как вот, с каким ощущением вы сейчас смотрите уже из зала, как член жюри, на тех-то на сцене? Мне так сложно, на самом деле. Потому что я действительно проходил и был по ту сторону, неоднократно много. И вот сейчас, когда я ставлю какие-то оценки, я думаю, так вот, стараюсь не думать, пытаясь именно сосредоточиться на номере, не думать о том, что там, окей, там, человек, у него там шанс, там, или что-то еще. И, опять же, когда у нас вчера был подсчет баллов, мы считали, наверное, часа три. Спорили? Мы спорили, мы там, до драки. Серьезно? Ну, не до драки, конечно, я утрирую. Это морально, конечно. Но, тем не менее, я каждую секунду встаю на место участников, думаю, три часа. Да, вспоминая себя, когда ты сидишь, там, какого-то вердикта, думаешь, что там читать, три цифры еще сложить не можете, за 15 минут посчитали, отпустите уже, или да, или нет. До валерьянки доходило за кулисы? Мне кажется, они выпили всю валерьянку в городе, ну, по крайней мере, в районе. Но у нас не было выбора. Какой главный барьер, ну, вы, как прошедшие множество конкурсов, можете сказать, какой главный барьер нужно преодолеть, чтобы спокойно выйти на сцену? Как настроиться? Как настроиться? Мне, если честно, я прошел, когда валерьянки выпил. Я помню, я два раза не проходил на ту же фабрику звезд, потому что очень сильно нервничал. А потом один момент мне бабушка дала, говорит, да выпей пустырничку. Я пустырничку выпил и нормально спел. Потому что иногда, очень часто, это, как бы, зрители видят уже, как бы, готовый результат. Результат, да. А за этим уже всегда стоят люди, нервы, судьбы, здоровье и так далее. Поэтому иногда, там, выпить какого-нибудь успокоительного помогает, на самом деле. Главное, не переборщить с ними. Ну, это да, чтобы понимать, что происходит на сцене. Да. Вообще, я хочу немножко тоже, Тасанафь, вообще, фестиваль искусств «Имя». «Имя», оно само по себе говорит о том, что человек поучаствовал, вот, он засветил, как, скажем, свое имя. Он объединяет. Объединением молодых, талантливых людей. У нас есть специальные призы, помимо, вот, помимо денежных призов, которые, вот, еще спецпризы, вот, человеку дают, допустим, победителю записаться в студии и так далее. То есть, это старт. Старт, определенный молодым исполнителям. Ну, и в завершение у нас минутка. То, что третий год у нас, мы принимаем такой фестиваль, это значит, что Краснодар музыкальный? Сто процентов. Не только Краснодар, а вообще, Краснодарский край. Кубань. Кубань. Да, потому что куча артистов из станиц, близлежащих. Роме виднее, он скажет. Не-не, очень здорово, на самом деле, и приятно, что атмосфера среди конкурсантов очень дружелюбная. То есть, они нервничают, но они нервничают как-то все вместе, они радуются друг за другом. Потому что там объявляли имена вчера, кто прошел в финал, все аплодируют. То есть, нет там того, что кто-то там в истерике, уходит, обижается. Они пытаются разобраться, что им дальше делать. Ну, то есть, это настоящие будущие артисты. Ну, в любом случае, мы желаем всем абсолютно дальнейших творческих успехов. Спасибо, что сегодня вы были с нами. В программе «Факты. Мнение» были Евгений Михайлов, Роман Архипов и Павел Кравчук. Это члены жюри Международного фестиваля «Имя». Всего хорошего, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова